Здравствуйте! В эфире программа «Мысли вслух» и я, Сергей Пономарев. С приходом лета в Архангельске, как ни странно, заговорили о хоккее. Это вид спорта для нас действительно очень близок. Горожане постарше, наверное, помнят, как, будучи подростками, они в любой мороз собирались во дворе погонять шайбу. Тогда, в те далекие времена, такое развлечение не было пределом мечтания дворовых пацанов. Многие из них занимались в спортивных секциях, благо это было куда доступнее, чем сейчас. Однако, сегодня это, к сожалению, не так. Хоккей из любимого развлечения и вполне доступного вида спорта превратился в занятие для избранных. Вернее, для тех, чей семейный бюджет может потянуть немалые расходы, связанные с экипировкой, оплатой сборов, за участие в соревнованиях и аренду льда. Она, кстати, в Архангельске одна из самых дорогих в России. 19 тысяч рублей в час. Именно столько придется заплатить за аренду ледовой площадки во дворце спорта профсоюзов. А если игрокам понадобится табло, то придется доплатить еще 500 рублей. Но деньги – это полбеды. Если ребенок по-настоящему увлечен игрой для настоящих мужчин, то на воплощение его мечты никаких денег не жалко. А вот те условия, в которых приходится заниматься архангельским ребятам, заставляют волноваться. К удивлению, огромная арендная плата не позволяет Федерации профсоюзов Архангельской области привести дворец спорта в приличное состояние. Президент России Владимир Путин в курсе того, что этот спортивный объект находится не в лучшей форме. По слухам, недавно он интересовался о том, как обстоят дела с теми самыми рыболовными сетками в Архангельске, о которых глава Федерации хоккея рассказывал президенту в апреле. Не лучшим образом обстоят дела и на недавно построенной ледовой арене на стадионе труд. Постоянно всплывающие недоработки до сих пор не позволяют начать его полноценную эксплуатацию. Более-менее неплохие условия для хоккеистов созданы лишь в одном из торгово-развлекательных центров, где действует современный и вполне комфортный каток. Однако все это частности, которые лишь подтверждают общий вывод. В Архангельской области хоккей почему-то выпал из поля зрения спортивных чиновников и функционеров. И это несмотря на то, что мы постоянно слышим от них о каком-то развитии. В соседней с нами Финляндии, например, в свое время к этому подошли очень серьезно. Если в 1976 году там было всего 12 крытых катков, то сегодня уже 260. Для сравнения, площадь Финляндии почти вдвое меньше площади Архангельской области. Стоит ли после этого удивляться тому, что в мировых первенствах, да и в менее масштабных соревнованиях мы частенько уступаем соперникам? Такое положение дел не может устроить никого. Ни общественность, ни юных спортсменов, ни их родителей. Более того, в Архангельске уже звучат призывы передать в собственность Архангельской области здание Дворца спорта профсоюзов. Однако эта процедура не так проста, как кажется. Для того, чтобы это решение было принято, необходимо согласование всех 23 профсоюзных организаций, входящих в состав федерации. Ближайшее их общее собрание состоится в сентябре. Вот и посмотрим, какое решение они примут. Однако это лишь одна из мер, которая может повлиять на ситуацию. Куда эффективнее было бы создавать комплексный инструмент развития массового спорта в Архангельской области. Например, областную целевую программу, к реализации которой подключить не только бюджетные учреждения и спортивные клубы, но и бизнес. Ведь во всем мире спорт – это не только источник красоты, здоровья и хорошего социального самочувствия нации, но и средства извлечения прибыли. А для того, чтобы она появилась, необходимо первоначальные вложения. Прописная истина. А как считаете вы? Голосуйте на сайте Двина Информ. С вами был Сергей Пономарев.